Друзья, добрый вечер. В эфире программа «Главное». Меня зовут Нина Демогла. Сегодня политическую, экономическую ситуацию, а также, конечно, ситуацию в регионе, которая меняется у нас очень быстро, мы обсудим с гостями студии. Это доктор права Станислав Павловский, а также политолог Ян Лесневский. Добрый вечер, господа. Спасибо за то, что приняли приглашение и стали гостями нашей студии. Только я не доктор права, я эксперт в области права. Простите, господин Павловский, у вас только регалий, поэтому представим вас как эксперт в области права. Господин Павловский, первое, что я у вас хотела бы спросить, какие выводы вы для себя следите? Сегодня был экстренный саммит НАТО. Какие выводы вы для себя сделали? Что бы вы для себя могли отметить? Ну, если говорить о саммите НАТО, то я думаю, что он ничьих надежд не оправдал, судьбоносных решений он не вынес. Это был очередной сбор сильных мира сего, которые обсудили интересующие их вопросы. И в очередной раз пригрозили пальчиком Российской Федерации. То, что и следовало ожидать. Я думаю, что у нас существует намного больше важных вопросов, кардинальных вопросов, жизненно важных вопросов для Европы, для европейских стран, вообще для наших народов, которые населяют эту часть Европы, для того, чтобы их обсуждать. А вот эти вот милитаристские вопросы, милитаристские бряцания. Ну, я человек по своему складу характера миролюбивый. Я пацифист стопроцентный, знаете. Но происходит то, что происходит, господин Голдовский. Я понимаю, я понимаю. Нет, я просто хочу сказать, что поскольку я пацифист стопроцентный, вот такие вещи для меня, они просто непонятны. Непонятны. У нас существует такое огромное количество проблем в этом мире. Африканские страны, латиноамериканские страны, Юго-Восточная Азия. Огромные проблемы. Сейчас к этим проблемам добавилась еще вот эта огромнейшая проблема. Украина, Россия и вообще дестабилизирующий фактор для Европы. Чтобы тратить время и деньги на вот эти все бесполезные дискуссии. Ну, я не знаю, я повторяю, я не специалист в этой сфере, но я этого не понимаю. Я надеюсь на то, что рано или поздно все-таки мудрость, политическая мудрость восторжествует. И люди вернутся к обсуждению тех вопросов, которые действительно представляют жизненный интерес для наших людей. Спасибо большое. Вот мы тоже для себя, кстати, отметили кое-какие моменты. Ну, например, несмотря на заявленный отказ от участия в саммите официального Киева, Зеленский, президент Украины, все-таки выступил с речью по видеосвязи. Он попросил, значит, военную технику в неограниченном количестве. Также пока непонятно, какие вот решения были приняты в закрытом треке, но официальные решения, вот сюрпризов каких-то особых действительно не принесли. Тут я не могу не согласиться с господином Павловским. Также хотели бы мы отметить то, что сегодня НАТО призвало, как вы говорили, Россия обеспечить доступ на, плюс ко всему, доступ на территории Украины для гуманитарных проектов. Было обращение Китаю прекратить поддержку России. Вот, и также, несмотря на заявление о неучастии конфликта, это отмечают политологи, было принято решение об усилении сил НАТО в Восточной Европе. Речь идет о формировании боевых групп в Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии. Кроме того, Столтенберг продлил свои полномочия генсека НАТО еще на один год. И поставки вооружений Украине также будут продолжены. Это то, что мы себе отметили. Господин Лисневский, вам, как политологу, о чем это все говорит? Во-первых, мало что нового произошло, потому что соответствующие декларации были сделаны еще до саммита. На мой взгляд, вот эта встреча, скорее всего, была для того, чтобы укрепить отношения между этими странами. Потому что на самом деле, страны НАТО, они разделяются между странами Европы и странами Соединенных Штатов, Великобритании, и еще, которые касаются антироссийской оси. Потому что стоит вопрос о будущем в Европе. И какое это будущее будет. И мы видим, что многие страны, которые также участвуют в санкциях против России, но они имеют достаточно, скажем, такую гибкую политику. То есть мы видим, Макрон как выступает, буквально сегодня заявил, что не будет как-то влиять на те компании и фирмы, которые захотят дальше сотрудничать с Россией. На самом деле, сейчас мы находимся в новом этапе формирования новой геополитики. И какая это геополитика будет, еще никто не знает. И поэтому все с опаской наблюдают над тем, что происходит. Потому что, да, мы говорим о вооруженном конфликте, мы говорим о тех последствиях, которые будут. Но мы также должны понимать, что последует еще раз несколько других кризисов. Это будет социально, это будет продовольственно, это будет изменение цепочки логистики, то есть получение энергоресурсов и так далее. Все это в Европе даже может привести к хаосу. И все это понимают. И поэтому, на мой взгляд, вот эта встреча стран НАТО, оно было именно для того, чтобы как-то укрепить вот эти вот связи. То есть Соединенные Штаты пытаются все-таки давить на те страны, которые, скажем так, сомневаются в тех или иных действиях. Что касается Зеленский, Зеленский, мне кажется, он уже понял и открыто заявил о том, что разочаровался не только в НАТО, а разочаровался даже в некоторых странах Европы. Потому что он получил не ту поддержку, которую ожидал. То есть что касается закрытия воздушного пространства, что касается даже поставки оружия. То есть мы видим, что Соединенные Штаты, да, говорят об этих поставках, но они как-то очень медленно продвигаются. Что касается даже с точки зрения экономической. И все это, естественно, то есть давит и на Украину, давит на все остальные страны. И, скажем так, во что это превратится, мы, скорее всего, это увидим где-то через два года. То есть как это все изменится. Потому что, опять же, стоит вопрос и Китая, стоит вопрос и Соединенных Штатов. Почему Соединенные Штаты сейчас, скажем так, не участвуют в разрешении данного конфликта? Но сегодня мы видели, кстати, как Джо Байден прибыл в Бруссель специально для участия в этом замике, что было как-то атипично. Не кажется ли вам это? Тем более на уровне декларации или на уровне, скажем так, пиара. Потому что вовлечение, прямое вовлечение Соединенных Штатов в конфликт с Россией, это означает, что они теряют Тихий океан и контроль над Тихим океаном. Это позволяет Китаю полностью контролировать всю экономику, которая будет идти по этим путям. Кроме того, еще остается вопрос Тайване и отношений с Японией. То есть Украина – это, скажем так, горячая точка перелома или создания нового, скажем так, мирового порядка. А на самом деле в мире происходит очень много интересных вещей, к сожалению, за которыми последствуют некоторые негативные, скажем так, результаты для всех, абсолютно для всех. И, опять же, последствия, которые будут, то есть мы можем еще раз раз ужать много и в зависимости от ситуации. Спасибо большое. Господин Павловский, все-таки Джо Байден прибыл в Брюссель, он принял участие в этом саммите. Можем, это все-таки необычно и, так скажем, необычно для президента. Можем мы предполагать, что были какие-то кулуарные встречи, о которых мы пока еще не знаем, и, может быть, были приняты какие-то действительно серьезные решения, которые не были представлены общественности? Надо сказать, что в международной политике вопросы никогда не решаются на уровне президентов. Никогда не решаются. Как правило, президенты встречаются для того, чтобы своими подписами закрепить какие-либо достигнутые соглашения. То есть работают экспертные группы, потом работают на уровне руководства министерств иностранных дел, и потом они когда доходят до какого-то общего понимания вопросов, каким образом они могут быть решены, то все эти президенты что-то там подписывают. Это вот процедура. Здесь, конечно, ситуация немножко выходящая за рамки вот этой обычной процедуры. С какой целью господин Байден приехал, чтобы лично там поучаствовать, трудно сказать, но я могу только предположить, что для того, чтобы укрепить личные контакты, и чтобы сказать главам государств то, что он не может доверить ни своим функционерам, ни современным средствам связи, которые могут быть перехвачены, сообщения по которым могут быть перехвачены. То есть тогда, когда имеется необходимость сообщить тет-а-тет, конфиденциально какую-либо информацию. Вот это еще один такой вопрос, когда встречаются президенты один на один. Секретно обсуждают какие-то важные, важнейшие вопросы. Здесь какие вопросы могли бы теоретически быть рассмотрены? Их очень много. Я согласен, что сейчас идет речь о зарождении нового мирового порядка. То есть предыдущий мировой порядок строился на однополярном мире. Однополярном мире, в котором Соединенные Штаты явно доминировали. Сейчас однополярный мир находится под угрозой. Если он еще не разрушен, то находится на стадии разрушения. Сейчас идет речь о смещении геополитического центра в сторону Азии во главе с Китаем. То есть идет речь о деглобализации, в нашем понимании. Идет речь о дедолларизации. И возможно, что мы придем к варианту, когда у нас будет юанизация. Мало людей знают, что... Закончу просто фразу. Мало людей знают, что Китай – это вторая в мире экономика. На первом месте Соединенные Штаты. Китай – это вторая экономика. На третьем месте находится Индия. Индия с миллиардным населением. То есть Китай, Индия и Россия. Как сейчас выкристаллизовывается такой альянс. Китай, Индия и Россия. Которые не голосуют за санкции. Я бы не сказал так. Которые начинают проводить свою внешнюю политику. Свою внешнюю. Они начинают ее формировать сейчас. Вырабатывать свою внешнюю политику. Потому что у Китая существуют определенные соблазны. У них очень хорошо налаженные отношения с Соединенными Штатами. Они имеют очень большой товарооборот, который достигает порядка триллиона долларов в год. Это очень большие деньги. И, конечно, для Китая возникает дилемма. Сохранить такой приток денежных средств. Либо взять на себя роль лидера. Потому что Россия сейчас, как я понимаю, она не претендует на роль лидера. На роль лидера сейчас претендует Китай. Как себя поведет в этой ситуации Китай? Я напомню, что сегодня на встрече представители стран НАТО заявили о том, чтобы Китай прекратил поддержку России. Ну, Китай, он не поддерживает Россию, по большому счету. Как он себя поведет в дальнейшем? Это сложно сказать. Потому что китайские руководители, вообще китайская политика отличается мудростью. Она отличается очень глубинной мудростью. Они не работают, исходя из сиюминутных интересов. Они работают, исходя из стратегических интересов, рассчитанных на десятилетия вперед. Согласны ли они пойти на конфронтацию? Потому что все понимают сейчас, что дедоларизация, это может привести к резкой девальвации доллара. Потому что если все выбросят свои доллары, ну, выбросят в смысле выбросят, а вернут свои доллары в Соединенные Штаты, Соединенные Штаты, их просто накроет вот эта долларовая масса, и курс доллара резко упадет. Это повлечет за собой катастрофические последствия для американской экономики. Поэтому, конечно, в данном случае Америка заинтересована в том, чтобы сохранить вот эту долларизацию мировой экономики и сохранить свою роль как лидера. И вот это вот для них сейчас кардинальная задача. Честно говоря, я не понимаю, почему они вписались в эту войну. Я не понимаю, эмоциональные действия в сфере внешней политики, в сфере военной политики, это неприемлемая вещь. Я согласен, господин Зеленский, он очень хорошо говорит. Я слушал его выступления, у меня иногда вот мурашки идут от его слов, как он красиво выступает. Очень красиво выступает. Но здесь возникает нюанс. А что в результате мы имеем? А в результате мы имеем разрушенный Харьков, разрушенный Херсон, Мариуполь, это вообще катастрофа там. У нас сотни тысяч, да какое сотни, миллионы беженцев из Украины. Это результат чего? Результат войны. Но мы говорим, да, русские напали, украинцы защищаются, дело украинцев благородное дело и тому подобное. Я согласен. Но у меня возникает вопрос, ну что же мы будем, воевать до последнего украинца или как? Потому что если взять численное население Украины, это порядка 40 миллионов. Численное население Украины, России, это 150 миллионов. То есть явно одна сторона уступает другой стороне. Ну что же мы будем, воевать до последнего украинца или как? Я не понимаю, меня это не понимают, я не могу я охватить эти вещи. На мой взгляд, я все время говорю и повторяю, человеческая жизнь, она бесценна. Она бесценна, ее нельзя вернуть. Мы можем построить новые дома, можем построить новые машины. Что вы предлагаете? Я предлагаю вспомнить, что существует такая вещь, как мудрость. Как мудрость. И насколько я знаю, в международной политике силовые варианты, они в принципе приемлемы, но до определенного уровня. Все войны заканчиваются чем? Миром. Миром. В истории мы знаем, у нас были столетние войны, 30-летние войны, столетние войны. Чем они закончились? Миром. А кто вернет матерям их сыновей? Кто вернет детям их отцов? Кто их вернет? Я думаю, что рано или поздно они должны будут съесть и договориться. Я не собираюсь давать каких-либо рецептов здесь, потому что, во-первых, у меня нет доступа к информации. Во-вторых, это не касается, это другая сторона. Я собираюсь вмешиваться во внутренние дела ни России, ни Украины. Это их внешнее, внутреннее дело. Но они должны банально сесть и договориться, кто кому уступит, кто в чем уступит, на каком основании они уступят. С замиранием духа следим за каждым раутом переговоров, господин Павловский. Но переговоры идут очень тяжело, как переговорщики. А я вам скажу, почему они идут тяжело. Они не идут тяжело. Они не идут тяжело. Они идут так, как они идут. Почему? Потому что украинцы их используют для того, чтобы оттянуть, приостановить хотя бы на время военные действия, уменьшить интенсивность атак со стороны России. А Россия их затягивает для того, чтобы как можно дольше, потому что время работает на них. Смотрите, во многих украинских городах отсутствует электричество, отсутствует водоснабжение. Продовольствие уже на крайнем уровне. То есть время работает на российскую армию. Им это выгодно. Давайте мы потянем. Украинцы по-любому уступят. Им некуда деваться. Понимаете? Я не хочу, чтобы этого было. Я не хочу, чтобы этого было. Я хочу, чтобы они цивилизованным путем решали эти вопросы. Какими бы сложными не были эти вопросы, 100% их можно решить цивилизованным путем. И вообще, в 21 веке, я об этом говорю постоянно, повторяю еще раз. Буду повторять столько, сколько могу. В 21 веке нет места для войны, как способ разрешения политических диспутов. Нет места в войне. Нет, это... Ну, я не хочу ввести эти эмоциональные вещи. Я не хочу обвинять украинские власти. Но я считаю, что и доля ответственности, и их тоже есть. Спасибо за развернутый ответ. Господин Лисневский, вот в Китай какое решение он примет? Знаете, я вспоминаю, я как-то общалась с экс-послом Молдовы в Китае, господином Борщевичем Виктором Ивановичем. И он меня цитировал какого-то китайского классика. И сказал так, что он написал, что через 100 с чем-то лет китайский дракон, спящий тысячелетиями, проснется. Вот проснется китайский дракон, как он проснется? И будет ли продолжать Китай занимать нейтральную позицию? Что касается Китая, здесь не только Китай, здесь и другие страны, они выжидают, они присматриваются. Почему-то аналитики говорят, что очень многое зависит именно от Китая, вот сейчас в этой ситуации. Да, действительно многое зависит от Китая, потому что, опять же, это вторая экономическая страна, которая развита. Это, опять же, достаточно такой серьезный партнер, сильный. И здесь не только вопрос, да, вот в Китае или там Саудовская Аравия, вот сейчас часто там Венесуэла и так далее. Все эти страны, они наблюдают, что происходит с Россией. Какие санкции вводятся, как переделать логистику. То есть, они смотрят действия Соединенных Штатов. Да, вот даже на уровне, да, вот этих миллионеров, которых арестовывают дома и так далее, и так далее. То есть, мир сейчас начинает анализировать, где лучше хранить деньги, где безопаснее хранить деньги, куда инвестировать. Потому что все, что сейчас происходит, это ведет к тому, что экономика кардинально изменится. Многие фирмы, корпорации, они обанкротятся, появятся другие. Китай, он выжидает и смотрит ситуацию именно Соединенных Штатов и России, да. Кто, скажем, будет сильнее. Предположить, скажем так, что выиграет все-таки Россия или Соединенные Штаты за борьбу за Китай, сейчас трудно говорить. Но, опять же, мы видим, что Китай и Россия, они достаточно дружественные страны, которые уже имеют, скажем так, историю в отношениях. Здесь, опять же, присоединяется не только Индия, видим, что и Саудовская Аравия. То есть, создается совсем другой геополитический центр. Но у Китая остается еще амбиция на Тайвань. А в Тайване, опять же, это конфликт с Соединенными Штатами. Опять же, и кроме того, здесь очень много факторов, да. Скажем, все наблюдают за теми, скажем, ракетами, которые используются, скажем, сейчас на Украине. Да, вот кинжал, которые были использованы. До сих пор все думали, что это 3D-фин русских, которые обманули и так далее. Да, и вот даже сам Джо Байден сказал, что это обычная ракета, которую нельзя остановить. Скажем, вся мощь военная Соединенные Штаты, если взять, убрать в сторону, скажем, ядерное оружие, она держится на авианосцах. Да, сколько там их там, 9, не знаю точно. То есть, получается, одна такая ракета может уничтожить один авианосец, который нельзя остановить. И опять же, поэтому всегда все сейчас достаточно сильно анализируют. Кроме того, мне кажется, усиливают свою экономику. Все начинают анализировать свои способности, внутреннюю экономику и так далее. То есть, мы видим даже Германию, которая, скажем так, яро пытается поддержать Украину. Но сейчас они говорят о том, что нет возможности отказаться от российского газа. Потому что 55% то есть, они берут это с России. Найти альтернативу, а какая альтернатива? Ее на данный момент не существует. И поэтому, да, и Китай, и Евросоюз, он как бы больше вовлечен во все это. Но, опять же говорю, месяц-два, и мы не будем обсуждать войну. То есть, военные действия. Через два месяца вся Европа и все остальные страны будут обсуждать свои внутренние проблемы. То есть, вот эти вот кризисы, которые нахлынули. Потому что, да, вот мы уже говорили о том, что пандемия, мы говорили уже о экономическом кризисе, мы говорили о энергетическом кризисе, сейчас будет социальный и так далее, так далее. То есть, продовольственный. И это приведет к тому, что во всем мире будет происходить, скажем так, смена власти. Потому что, да, вот говорите, Байден приехал в Брюссель, Байден пытается выйти там. Но на данный момент у Байдена самый низкий процент поддержки в Соединенных Штатах. Как показали последние опросы. И демократы серьезно, скажем, задают себе вопрос, а что будет в ноябре, когда будут выборы в Конгресс? Смогут ли они взять снова большинство? Либо, скажем, все планы уйдут на нет. Макрон также. Он в основном сейчас думает о своих выборах. Австрия и так далее, так далее. Но вы думаете, что во многих странах действующая власть на фоне этой ситуации будет уходить? Да. Нас ждут несколько лет, скажем так, государственных переворотов. Потому что, опять же, ни одна существующая, скажем так, сейчас партия власти в любой стране, она не может справляться. Она не может. Потому что зависит от разных факторов, скажем, давления и так далее, и так далее. То есть мы видим, что уже сейчас вот эти вот внутриполитические изменения, они уже сейчас происходят. То есть уже сейчас все, скажем так, к этому подготавливается. И вот здесь, скажем так, вся проблема, то, что будет происходить в Европе, то, что будет происходить, скажем так, в других странах. И на этом уровне, мне кажется, Китай захочет достать первой лидирующей страной в мире. Вот возвращаемся к Китаю. То есть это достаточно большой соблазн. И опять же, Китай на самом деле сейчас не контролирует Тихий океан. То есть сейчас там находится военно-морской флот Соединенных Штатов. И забрать Тайвань и получить достаточно, скажем, большой куш по контролю всех путей экономических в Тихом океане, мне кажется, это достаточно большой куш для Китая. И они не откажутся это сделать. Вот вы говорите, через месяц, через два, внимание будет переноситься на другие, более такие важные для жизнедеятельности вопросы. Но все-таки в Украине гибнут люди. Да, да. Идут военные действия. Когда это все закончится, на ваш взгляд? Потому что вот когда это все началось, говорили там, максимум две недели, потом максимум месяц. Ну вот сейчас мы видим, что это все продолжается. Мы анализируем Украину эмоционально. Потому что это рядом, потому что это люди, которых мы знаем, это наши соседи, это наши друзья. Эти люди бегут к нам. К нам, и мы переживаем за них. Мы, скажем так, против любого конфликта вооруженного. Но вы спрашиваете, когда это началось? А когда это заканчивалось? Потому что, да, вот на самом деле мы участвовали в многих международных конференциях. И вопрос стоял не в ковиде, буквально с 2020 года, а именно в вооруженных конфликтах. Потому что с 2019 по сегодняшний год количество военных конфликтов увеличилось. Военные конфликты в мире никогда не останавливались. То есть они всегда переходили из одной, скажем так, страны в другую. То есть кто-то начинает с Югославии, кто-то начинает с Вьетнама, кто-то заканчивает Ираком, Сирия, Ливия. То есть этих конфликтов очень много. И в каждом конфликте умирают люди. И, к сожалению, именно сейчас, когда это произошло, скажем, да, вот многие говорят, что вот первая война, скажем так, на территории Европы. А Югославия? От Югославии сколько стран осталось? И сколько там шла война? Опять же, в этом вся проблема. Господин Павловский говорит, что да, вот в 21 веке не должно существовать, скажем так, отношение при помощи оружия. Я согласен. То есть надо выходить на тот уровень дипломатии, мудрости, который даже есть в Китае. Ну и даже и Китай иногда применяет силу. То есть они всегда готовятся. К сожалению, даже пытаясь быть оптимистом, я не вижу, как человечество начнет научиться, скажем так, взаимоотношениям без вооруженных конфликтов. Потому что это происходит уже 70 лет, 100 лет. То есть каждый берет определенное начало, но эти конфликты никогда не останавливаются. И конфликты, кстати, были между Соединенными Штатами и Россией. Постоянно. То есть вот это вот, скажем так, геополитическое противостояние, вот эта вот война, она происходила, но происходила на других территориях. Спасибо большое, господин Лисневский, за ваше мнение. Мы вернемся к нашему разговору и обсудим уже внутриполитическую ситуацию в стране с гостями студии. Так что реклама прилетит очень быстро. Оставайтесь с нами. Итак, друзья, мы вернулись в студию. Напомню, что главные события, происходящие в стране и в мире, мы сегодня обсуждаем с гостями студии. Это эксперт в области права Станислав Павловский, а также политолог Ян Лисневский. В продолжении нашего разговора людей волнует господин Павловский. Что будет с Приднестровьем? Что будет с Приднестровьем? Я думаю, что очень многое зависит от того, насколько серьезно власти Молдовы и власти Приднестровья будут заниматься решением этой проблемы. Я возьму от себя смелость сказать, что за те 30 лет, которые прошли после вооруженного конфликта, на территории Приднестровья не было, в принципе, никакого конфликта. Это было на границе с Приднестровьем. С того времени никто никогда всерьез этими вопросами не занимался, потому что никто никогда не занимался настоящими причинами этого конфликта. Как он возник, как он развивался, куда он зашел, почему он возник, никто не занимался. И еще меньше занимались тем, как же его можно решить. Каковы те компромиссы, которым готова одна сторона, которым готова другая сторона. Всегда у нас вопрос Приднестровья пытались решить с позиции силы. То есть мы его решаем либо с позиции силы, либо мы его не решаем никак. Вот такое у нас отношение к Приднестровью, к сожалению. Надо сказать, что в этом конфликте доля правды принадлежит и приднестровцам, доля правды принадлежит и молдавским властям. И те, и другие зашли в этом конфликте в свое время слишком далеко, поддавшись эмоциям, забыв о том, что и там, и там живут и молдаване, и русские, и украинцы, и кагаузы, и представители других национальностей. И там, и там. То есть национальная структура Приднестровья, она идентична национальной структуре правобережья и молдовы. То же самое абсолютно и в 1991 году, или когда там этот конфликт был, молдаване стреляли в молдаван, русские стреляли в русских, украинцы стреляли в украинцев. Это правда. Это правда, о которой никто не хочет говорить никогда. У нас говорят, что это была война там с Молдовой, с Россией. Я не хочу в эти вещи вмешиваться. Это такие вот очень деликатные вопросы. Но у нас есть решение Страсбурского суда, постановление Страсбурского суда. Большая палата, Илашков и другие против Молдовы, где Страсбурский суд достаточно четко охарактеризовал события, которые произошли там. И причем он их охарактеризовал бесспорно. Потому что постановление Большой палаты – это окончательный документ, вступивший в законную силу. И его никто не может оспорить без риска выступить в качестве человека, не уважающего судебные решения. Поэтому я призываю тех, кто собирается заниматься решением председательского конфликта, начать эту проблему с изучением постановления Европейского суда по правам человека по делу Илашку и другие против России и против Молдовы. Ну вот вице-премьер переинтеграции Олег Серебрян заявил, что нет признаков или оснований полагать, что Молдова находится под угрозой военного конфликта на ее территории. Надеемся, что этот конфликт закончится до того, как дойдет до границ республики Молдова, заявил Олег Серебрян. Вы согласны с ним? Да, я согласен. Я не об этом ввел речь. В принципе, я не говорил о роли Приднестровья или потенциальной роли Приднестровья. Но он для нас сейчас актуально именно под этим углом. Я говорил, в принципе, о решении Приднестровского конфликта, как спор между Молдовой и левобережной частью Молдовы. Что же касается потенциального вовлечения Приднестровья в военные действия, происходящие на территории Украины, честно говоря, я не верю в такое развитие ситуации. Я не верю и не хочу верить. Я думаю, что ни Украина, ни Россия, ни Приднестровье, ни Молдова не заинтересованы в этих вещах. Не заинтересованы. Я думаю, что население Приднестровья не готово воевать, не готово проливать кровь, не готово жертвовать жизнью своих детей, своих сыновей для непонятно каких интересов, чтобы защитить непонятно, чьи интересы. Я думаю, что опять же я возвращаюсь к тому, что в 21 веке не должно быть места в войне как способу решения политических диспутов. И в данном случае между Приднестровьем и Молдовой нужно четко определиться, в чем состоит проблема. В чем состоит проблема? Проблема правильно идентифицированная, она уже наполовину решена. У нас здесь в Приднестровье никто никогда не определял эти проблемы. Какая же проблема? Из-за чего это все возникло? А Приднестровцы об этом настаивают, они об этом говорят изначально. Давайте сядем, определимся, из-за чего все это возникло. И потом мы сможем решить эту проблему. Но пока это не решено, пока никто не хочет заниматься решением базовых причин, которые привели к этому конфликту, решение этого вопроса невозможно. Спасибо большое, господин Лисневский. Вот в рамках данного конфликта, который происходит, будет ли в Приднестровье все спокойно? Да. Мне кажется, да. Почему вы так уверены? В Республике Молдова. Ну, понимаете, первое, то, что я заметил, да, вот с момента, когда начался вот этот вооруженный конфликт, несмотря на все, правительство Республики Молдову, оно повело себя достаточно профессионально. То есть они сразу начали говорить о нейтралитете. Да, я согласен, что много не сделали, много не предприняли. Да, потому что здесь я соглашусь, за 30 лет вопрос с Приднестровьем, то есть никто не пытался его сделать. Да, и самое большое достижение, о котором сейчас говорит Молдова, да, то, что здесь не стреляют. Да. С одной стороны, это хорошо, но эту проблему нужно решить. Если мы не хотим повторить ошибок других стран и по-настоящему прийти к тому, что мы нейтральная страна и статуса нейтралитета, мы обязаны решить Приднестровскую, скажем так, даже не конфликт, а проблему, да, вот разногласия, вот если будет правильно. Мы обязаны, да, предоставить определенный статус данной территории и чтобы это было, скажем, одно государство, нейтральное государство, без какой-то, либо, скажем, иностранных вооруженных сил, и только тогда мы сможем развиваться. То есть сейчас вы считаете, что благодаря той позиции, которую заняли наши власти... Ну, не только это. Здесь есть множество факторов, да, которые, скажем, Молдавия не совершала для того, чтобы, скажем так, быть вовлеченным в этот конфликт. Потому что провокации было, давайте говорить честно, то есть провокации было, и с одной стороны, и с другой стороны, и даже вот заявление, скажем, видел нескольких политиков, да, о том, что стреляли из территории Приднестровья, подрывы мостов между Приднестровьем и Украиной, то есть этих провокаций, скажем, таких моментов было очень много. Но, с другой стороны, Республика Молдова не располагает войсками НАТО, да, то есть мы не говорим о том, что мы хотим в НАТО. То есть если взять даже соцопросы, то есть там процент, который считает, что для безопасности нашей территории нужно вступить в НАТО, он минимальный, то есть это самый маленький процент. То есть большинство, тут любые вопросы любой компании возьмите и увидите, что большинство граждан, 60-65 процентов, считает, что для безопасности государства и целостности государства необходим статус нейтрального государства. Второе, да, скажем, по процентам это идет, то есть евроинтеграция. Но опять же, евроинтеграция, это мы должны понимать, что это экономическое, скажем так, общество. И здесь нету проблемы, да, скажем так, иметь экономические отношения и с одной стороны, и с другой стороны. Даже Украина сегодня, вчера, кажется, признали, что нету претензий таких, скажем, очень сильных к тому, что Республика Молдова не поддерживает санкции против Российской Федерации. Потому что, во-первых, ощущаться это для Российской Федерации не будет, но это будет ощущаться для Республики Молдовы. И Республика Молдова не может никак, скажем так, поддержать те санкции или не поддержать санкции. И опять же, и вот этого у нас нету, да, то есть мы не совершали те ошибки, которые могут привести к какому-то конфликту. И здесь нету интереса, то есть, ну, зачем какому-то любому государству, не знаю, там, Россия, Украина, Соединенные Штаты приходить в Республики Молдову армией, если можно решить здесь совсем по-другому, то есть экономически. И мы видим, что любая власть, да, вот вне зависимости, она проевропейская или пророссийская, в определенные моменты мы видим, да, что как она вот меняется, становится более лояльной. За очень небольшие деньги. Да, за очень небольшие деньги. И поэтому, да, ну, здесь просто нету смысла, да, вот входить и вести военные действия какие-то. По поводу экономики, да, экономически. Накануне вице-премьер Андрей Спыну отметил, что подтверждает, что в апреле цена будет выше, чем в марте за газ. Тариф в апреле не понизится, даже если будет понижена закупочная цена, поскольку были ценовые отклонения в феврале и в марте. В этот сложный период войны в соседней стране неопределенности нам надо экономить на всем в апреле, заявил господин Спыну. Он добавил, что Молдова Газ уже запросила на апрель в два раза меньше объем газа у Газпрома. Мы делаем все, чтобы сэкономить, чтобы эта временная цена, возникшая из-за войны, не затронула наших граждан, отметил вице-премьер. Значит, что касается перехода России к истребованию оплаты поставок газа в рублях, то для Молдовы Андрей Спыну не видит в этом никакой проблемы, поскольку контракты Молдова Газ с Газпромом заключались в долларах и рублях. Поэтому это объявление никак не затронет республику, отметил вице-премьер. В контексте также того заявления руководства страны, а именно премьер-министра, о том, что мы не сможем своевременно сделать аудит по газовому долгу, какие последствия, господин Павловский, нас могут ожидать в связи с этим? Ну, я не вижу здесь особо больших последствий, потому что договор, заключенный между Газпромом и правительством. Нет, 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 в том-то и дело, что правительство не является стороной в договоре. Не является стороной в договоре. Но гарантии-то кто дал? Нет, значит, неосуществление аудита может служить основанием, но это не является 100% основанием для прекращения поставок, либо для расторжения договора. Потому что аудит – это как база для расчета, для подтверждения этого долга, который Молдова имеет перед Российской Федерацией. Господин Павловский, а как вам кажется, может быть, не своевременно, или почему наши власти, вот мы вот сидим в судьях и гадаем на кофейной гуще, будет ли это основанием для отключения или не будет? Может быть, лучше нашим властям собраться и поехать, и договориться, пересмотреть? Как вы думаете, почему они не едут? Может быть, не время сейчас может быть? В сфере бизнеса, здесь мы говорим о чисто деловой бизнес-деятельности. В сфере бизнеса переговоры – это единственный способ решения вопроса. Если в политике, как мы видим, иногда используются меры менее гуманные, такие как война, в сфере бизнеса даже войну нельзя использовать. То есть там единственный способ – это переговоры, другого не существует. Просто не существует. Сейчас, просто вот на данном этапе, когда все страны как бы объединились против Российской Федерации, когда русофобия, она уже была в некоторых странах возведена в рамках государственной политики, что, на мой взгляд, совершенно неправильно, потому что народ не несет ответственность за деятельность своих… За политические решения какие-либо. За политические решения своих лидеров. Не несет никаким образом. Я у вас заявляю, что в России есть отдаленные глубинки, где люди вообще понятия не имеют, что там принимается в Москве. Но так получилось объективно, что мы читаем, смотрим телевидение, читаем средства массовой информации. Я прихожу к выводу, что в некоторых странах русофобия возведена в роль государственной политики. Так вот, в результате этих действий, на мой взгляд, непродуманных, сложилась ситуация, когда вести переговоры с Россией сейчас на Молдову практически невозможно. Потому что, если только она, Молдова, откроет рот, она моментально будет подвержена обструкции со стороны тех, кто вот эту политику русофобии возвел в свои государственные политики. А Молдова – это слабое государство. Значит, с Россией она ничего иметь не сможет. А вот если она начнет продвигать политику, противоречащую политике ведущих европейских государств, она потеряет очень многое. Она потеряет и возможность продвижения по пути европейской интеграции, она потеряет и возможность гуманитарной помощи, и возможность финансовой помощи. Но сегодня мы получаем гуманитарную помощь для чего? Для помощи беженцам? Ну, не только. Да, в том числе. И получается, мы получаем эти гранты и помощь для того, чтобы одной рукой брать эту помощь, которую мы другой рукой отдаем Газпрому? Да. А в чем суть? Я хочу сказать, что еще одну вещь, что то, что я сказал, эту фразу, да, эту фразу, она звучит ужасно, но, на мой взгляд, это правильный вывод о русофобской политике, которая промавируется многими европейскими странами сейчас. Но это совершенно не значит, что эту проблему нельзя решить. Опять же, ее можно решить путем переговоров, ее можно решить путем дипломатических упражнений. Для этого государство должно четко определиться, чего оно хочет, на какие жертвы, согласно, пойти, насколько терпеливы, и это касается не только Молдовы, это касается других стран тоже, насколько терпеливы наши народы, и как далеко эти государства, согласно, вписаться в этот конфликт. Потому что, как уже сегодня говорилось, шла речь о двух месяцах. Я скажу, что это не идет речь о двух месяцах. Речь идет об осени, когда мы должны будем собирать урожай. И вы посмотрите, Украина, мало кто знает, что Украина была основным поставщиком зерна для Африки. Некоторые африканские страны на 50% зависят от поставок со стороны Украины. Сейчас господин Зеленский уже, такое вот, у него было обращение, воззвание к украинским фермерам, садите пшеницу, где только можно. Ну, я не знаю, сейчас есть подходящее время для поставки пшеницы, но если мы предположим на секундочку, что осенью Украине не удастся собрать достаточное для экспорта количество зерна, то очень многие страны Африки столкнутся с продовольственным кризисом. Потому что больше ее взять будет, нет. Вот о чем говорил, кстати, господин Микал. Да, просто нет, нет, кто будет взять эту пшеницу. И это коснется и самих украинцев, это коснется и многих европейских стран. То есть проблема голода, проблема продовольственного дефицита, это одна из важнейших проблем, с которой мы столкнемся. Может быть, с частью мы столкнемся через два месяца, но с основной массой мы столкнемся где-то в сентябре, в октябре, вот тогда, когда уже будет ясно, сколько мы собрали этой пшеницы и на кого ее хватит, на какие страны ее хватит, а кому придется затянуть поясок потуже. Спасибо большое, господин Павловский. Господин Лесневский, вот очень-очень интересные выводы сделал господин Павловский по поводу того, что мы очень зависимая страна. Но почему, например, венграм удается как-то договориться с Газпромом о цене намного ниже? Почему даже в Австрии цена за Газ ниже? Почему действительно мы не делаем, как сказал господин Павловский, опять же, какие-то дипломатические упражнения и не пытаемся как-то выйти из этой ситуации? К сожалению, на протяжении многих лет мы видели политическую борьбу между разными партиями, но это происходило на уровне, скажем так, пиара. На самом деле проблема в том, что у государства или у политиков, которые приходят в власти, нет четкого анализа, что нам нужно и как мы должны вести, скажем так, отношения с другими странами. У нас нету, мне кажется, или, скажем, сказать полностью нету, у нас только частично есть, скажем, очень маленький процент национального интереса, чтобы не сказать, что полностью он отсутствует. Мы постоянно пытаемся бегать то в одну сторону, то в другую, то угодить одним, но никогда не думаем о своем государстве, потому что, да, вот это могут делать австрийцы, это могут делать венгры, это могут делать румыны, которые договорились до конфликта с Россией, по цене намного выгоднее для них. В Республике Молдовы, к сожалению, нет вот этого четкого анализа, как должно развиваться государство, и нету интерес, национального интереса, для того, чтобы объяснить и европейским странам, что мы обязаны, и у нас нет другого выбора, как, скажем так, иметь экономические отношения и с Россией, и с Китаем, и с Белоруссией, и с Украиной. То есть, когда мы перестанем себя ограничивать, да, вот тогда мы сможем развиваться. С одной стороны, да, вот вы говорили, гранты, это все хорошо, то есть, вот эти вот, это помощь, и не то, что там, не только беженцам, то есть, это и Республики Молдова. Но вопрос, а сколько потребляет Республика Молдова в день? Евро, миллионов. То есть, получается, эти деньги мы получили, но мы не инвестируем, мы их не производим, мы не торгуем. И вот тогда мы сможем развиваться, когда мы начнем торговать, когда у нас будет дипломатия высшего уровня, когда мы сможем, скажем, несмотря, скажем, на, скажем так, критику, может быть, одних государств, все-таки держать вот этот статус нейтралитета и так далее. То есть, вот посмотрите, вот всегда появляется там. А сможем ли мы? Насколько не заявлен статус нейтралитета? Да, вот скажем, да, вот мы видим, как, например, высказываются какие-то декларации. И, ну, посмотрите на Турцию, это страна НАТО, но она достаточно осторожна и в отношении России, и в отношении с Соединенными Штатами, и в отношении с Украиной. Астрия, посмотрите, да? То есть, мы не видели каких-то определенных громких заявлений о том, что они очень, скажем так, будут бить Россию или накажут. То есть, этого нет. И, кроме того, зачем? Да, кто самая сильная кричала, что будут наказывать Россию, если она, скажем, начнет этот вооруженный конфликт? Соединенные Штаты, да? И какую помощь они дали Зеленскому сейчас? Никакую. То, что пару, скажем так, военной техники сейчас только выслали, и которая еще не доехала, только приземлилась в Польше. И еще вопрос стоит, когда эта техника дойдет? То есть, когда уже капитулирует Украина, то есть, пойдет или когда? То есть, мы видим, что те, которые самые сильные кричали, скажем, что помогут, они сейчас этого не делают. Самые сильные, которые кричали, что да, они будут как-то там поддерживать или накажут Россию, мы видим, что сейчас меняется. Они говорят, что мы не можем, нет альтернативы энергоресурсов. То есть, их просто не существует. Соединенные Штаты сейчас с кем ведут этот переговор? С Венесуэлой, которую столько лет держали под санкциями. Венесуэла, думаете, они согласятся с ними сотрудничать? Или Арабские Эмираты, или Иран, или Ирак. То есть, на самом деле, ситуация, она совсем другая. И она будет меняться кардинально с каждым месяцем. И, то есть, какой этот мир будет в конце, то есть, никто не знает. И Республика Молдова, на мой взгляд, самое главное, чтобы сейчас научилась вот этой дипломатии. Потому что я вижу, что буквально за 3-4 месяца, да, правительство Республики Молдова, оно изменилось. Оно стало взрослее. Да, есть много нюансов, есть много ошибок. Может быть, есть этот страх. Потому что я не вижу, чтобы правительство что-то действовало. То есть, она не думает о экономике, она не думает о тех социальных проблемах, которые у нас будут. Зато все флаги в гости к нам. Мы видим, сейчас приезжают высокопоставленные чиновники в Молдову. Действительно, что не может не радовать, оказывают какую-то существенную помощь и поддержку. В первую очередь, на содержание тех людей, беженцев, которые в Молдову... Да, но до конфликта они приезжали и на Украину. Вот. Буквально сегодня стало известно, что ЕС дает 120 миллионов евро кредитов, 30 миллионов евро грантов. Помощь, гранты, это понятно, это нам необходимо, это очень радует. Микрокредитование в размере 120 миллионов евро. Насколько нам на данный момент необходимо? И действительно, мы должны ли воспользоваться такой помощью, которую нужно будет давать? Сейчас республика... Хорошо, я не экономист, но с политической точки зрения, республика Молдова сейчас не может самостоятельно, скажем так, развиваться или удержаться в данном кризисе. Естественно, нам необходима, скажем так, финансовая помощь других государств. Но насколько эта помощь правильная при помощи кредитования? Потому что это нужно возвращать. То есть, скорее всего, здесь бы была помощь именно в развитии каких-то экономических отношений. То есть, это не обязательно Европа. Это может быть Китай, кстати. Потому что в республике Молдова хорошие отношения вроде бы с Китаем, и они могли бы это развивать. То есть, республике Молдову надо развивать торговлю, а не брать в долг. Потому что брать в долг – это хорошо. И вот сейчас, кстати, Украина столкнулась с этой проблемой, которая попросила, скажем так, аннулировать или придержать выплаты МВФ. На что МВФ сказал, что у нас есть большие подозрения, куда эти деньги идут. То есть, мы видим, что экономика, она жесткая. И она не будет смотреть, у нас есть кризис, у нас есть конфликт. У нас будут требовать эти проценты обратно. И объяснить им, что у нас этих денег нету, потому что мы все съели уже. То есть, никто не... Да, господин Павловский, вам вот тот же вопрос. Я хотел два слова добавить. Очень интересная тема. Я тоже не экономист. Но я в свое время разговаривал со специалистами в этой сфере. В том числе и с руководителями Национального банка Молдова. И они говорят очень интересные вещи, что... У нас получают деньги в качестве кредитов. И их проедают. В наглую проедают. Вот этот кредит, который вы сказали, это беспроцентный кредит. Это беспроцентный. Тебе дают 120 миллионов, ты должен вернуть 120 миллионов. Точка. Вчера так же... Так вот, если эти 120 миллионов государство, Республика Молдова, даст своим уже бизнесменам в качестве своего уже кредита, скажем, под 1% хотя бы ставки, то с этих 120 миллионов уже там часть, определенная часть денег попадет в бюджет тоже вроде грантов. Так я не знаю, на какой срок они дали вот эти вот 120 миллионов. Но как бы то ни было, даже если взять вот под 1% дать людям бизнесу эти деньги, уже 1% вернет. А со 120 миллионов это будет 1 миллион 200 тысяч. То есть это и будет существенная поддержка бизнесу. И будет поддержка бизнеса, и деньги придут и в бюджет. То есть как распорядиться этими деньгами? У нас сейчас, я так понимаю, что эти деньги просто проедаются. Я думаю, назрело то, что обязательно нам нужно пригласить министра или финансов, или экономики, и вот обсудить, сделать такое предложение, оно очень интересно. Это предложение не мое, это предложение, о котором говорили специалисты в сфере экономики десятилетиями, что наши кредиты, которые мы получаем, мы их не должны проедать. Мы их, поскольку многие из них идут либо бесплатными, либо на очень пониженные ставки, мы должны давать нашим бизнесменам под процент и получать деньги за использование ими этих кредитов. И потом мы будем иметь и кредиты, и плюс к тому определенный доход полученный в результате того, что мы передаем другим предприятиям эти деньги. Тем временем, я хотела бы, у нас времени практически нет, но я хотела бы все-таки затронуть очень быстро социально-экономические вопросы. Вот какого характера на сегодняшний день фермеры требуют у государства 50% субсидий за покрытие семян и топлива. У нас сейчас как раз посевная на носу, так скажем, это очень важное время для того, чтобы отработать, но фермеры недовольны теми субсидиями, которые сегодня представляет им государство. Более того, мы знаем, что два раза в год индексанции пенсии не будет, это подтвердила госпожа премьер-министр, госпожа Гаврилица. Она также сказала, что не будет пасхального пособия или помощи пасхальной пенсионерам, но сказала, что они будут бороться за увеличение пенсии. Первый вопрос, как вы это можете прокомментировать? И второй вопрос, почему вот все фермеры, абсолютно все уже транспортники говорят по поводу снижения цен на топливо? И сегодня, опять же, господин Алайбу, который является председателем Постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансов, говорит, что он не согласен с инициативой оппозиции о снижении акцизов на топливо. Он заявил, что это невозможно и как бы там, значит, он говорит, что это отразится на бюджете и на вот этих, опять же, выплатах. Но мы видим, что в Украине при войне НДС, нулевая ставка, сделали акцизы, вообще практически убрали, нулевые. В европейских странах мы видим также снижение этих акцизов. Почему наши власти не повторяют хотя бы за Евросоюзом, куда мы так стремимся? Ну вот если говорить о стоимости топлива для фермеров, буквально вот эти дни Румыния выделила Молдове, насколько я помню, свыше тысячи тонн солярки, свыше тысячи тонн для Молдовы. Тысяча тонн, да там не тысяча, там намного больше, я просто сейчас не помню цифру, но свыше тысячи тонн намного. Так вот эти деньги, это топливо надо отдать фермерам. Для чего же Румыния выделяет нам это топливо? Пожалуйста, дайте, что касается акцизов. Я думаю, что доля правды есть, слова господина Аллаеба, доля правды есть. Конечно же, чем выше ставка акциза, тем больше денег поступает в доход государства. И тем больше денежных средств находится в распоряжении государства. Но я хочу сказать одну крамольную вещь. Как бы парадоксально не звучало это, все удорожания на пользу нашему правительству. Все удорожания, потому что платится налог на прибыль, платится НДС, который рассчитывается от процент от стоимости товара. Чем выше стоимость товара, тем больше сумма НДС, тем больше налог на прибыль. И получается, что государство заинтересовано в повышении цен. Может быть, частично из-за этого они их и повышают. Потому что бюджет у нас дефицитный. Бюджет у нас дефицитный. Конечно, надо где-то изыскивать деньги, платить те же пенсии, ту же зарплату, другие выплаты обязательные, которые необходимы для поддержания населения в таких условиях. Ну и для себя любимых не забыть, потому что им тоже нужно платить зарплаты депутатам, машины, бензин и тому подобное. Командировки и все такое. Поэтому здесь мы не минуленно сталкиваемся с этой проблемой. Да, я думаю, что в погоне за вот этим удорожанием, как средство повышения поступлений в бюджет, оно должно быть разумным. Нельзя доводить свое население до того состояния, когда вопрос уже невозможно. Уже просто люди погибают. Ну пока у нас до этого не дошло. Но если будет идти так дальше, то это совершенно не исключаю. Это совершенно не исключаю, потому что в ситуации, когда невозможно предвидеть последствия сельскохозяйственного года, когда невозможно предвидеть, сколько хлеба у нас будет, сможем ли мы обеспечить потребности своего народа. Вот до следующего урожая уже 2023 года, мы уже проходили через год, в 40-х годах, когда у нас люди умирали тысячами. Я не думаю, что сейчас, в 21 веке, можно допустить, или даже теоретически, даже в форме предположения. Будем надеяться, что такого никак не дойдет. Да, но чтобы такого не было, опять же мы ведем речь о том, что необходима политическая мудрость. Да, если люди говорят, что акцизы надо снижать, если мы имеем практику других стран, которые снижают эти акцизы, ну давайте мы сделаем акцизы хотя бы такие, как у наших соседей. Ну ладно, Украина, вы сказали, нулевая ставка. Нулевую ставку наши не могут позволить. Но взять хотя бы акцизы, как в Румынии, как другие, Турция, Болгария. То есть вот эти вот странные регионы, чтобы акцизы были сопоставимыми с акцизами, существующими в нашем регионе. Я думаю, это было бы правильным подходом. Спасибо большое, господин Лесневский, что бы вы хотели. Ну, здесь, да, можно добавить, да, все правильно сказано. На мой взгляд, все очень просто. Нет интереса. Нет интереса, нет экономической стратегии для того, чтобы сделать это. К сожалению, проблема, о которой мы обсуждали год назад, о которой говорили полгода назад, о том, что нынешняя власть не контролирует ситуацию в стране, не имеет полную силу для того, чтобы контролировать все, что происходит. Да, они пытаются концентрироваться то в одной области, то в другой области, то в третьей области. У меня сейчас и ситуация непростая, господин Лесневский. Да, совсем непростая. Она была постоянно непростая. Поймите, то есть мы два года назад говорили о пандемии, два года назад, год назад мы говорили о экономическом кризисе, мы говорили о социальном кризисе. То есть это все нарастало, и никаких мер, к сожалению, не было предпринято. То есть до сегодняшнего дня у нас нет определенной, у государства нет определенной стратегии, в каком направлении идти или что происходит. Что происходит в Министерстве экономики, что происходит в Министерстве финансов, что происходит в других министерствах, внутренних дел и так далее, и так далее, и так далее. То есть у нас нет, у правительства, мне кажется, нет четкой картины, что на самом деле происходит. И они не могут контролировать данную ситуацию. Поэтому пытаются сконцентрироваться то на одной проблеме, то на другой проблеме. А вооруженный конфликт, он привлек к тому, что, на мой взгляд, правительство просто стало в ступор и ничего не делает. На мой взгляд. И не знает, как дальше идти. Потому что все сидят, скажем, в страхе, не знают, как сориентироваться. Но с беженцами-то какой поток мы приняли, господин Леснев? Буквально, если на тысячу населения, самый большой процент, даже больше, чем Польша. Кроме того, несмотря на то, что последние данные показывают статистики, что 25% населения республики Молдова находится ниже уровня бедности. То есть уровень бедности считается от 2200, кажется. И вот ниже уровня бедности находится 25% населения. Несмотря на это, Молдова приняла не только самое большое количество беженцев. На душу населения. Но и как это было сделано. То есть я буквально там чуть ли не каждый человек в республике Молдову как-то вовлекался, ехал, помогал едой. То есть вот этот показатель. Но опять же, вот это все красиво. А знаете, что меня пугает? Что мы так не относимся друг к другу. Да, это хорошо, что мы так относимся к беженцам. К гражданам, которые живут. Да, это очень хорошо. Но, к сожалению, мы так не относимся к пожилым людям у нас. То есть мы так не относимся к тем бездомным детям, которые у нас строительные, наши граждане. То есть если бы у нас вот эта солидарность, она между собой еще была, то мне кажется, мы бы по-другому жили. Господин Павловский, на чем, на ваш взгляд, власть должна сконцентрировать сейчас максимально свое внимание? Вот в этот непростой, подчеркну, опять в регионе период. Ну, я бы сказал, здесь две вещи есть, которые требуют самого пристального внимания. Я согласен с тем, что наши власти повзрослели. Лично я думал, может быть, я ошибаюсь, но лично я думал, что, наверное, они поменяли своих экспертов, своих консультантов. Потому что до этого у них были консультанты совершенно неподготовленные, профаны в политических реалиях Республики Молдовы, которые толкали эти власти на совершенно необдуманные, даже иногда глупые шаги. Сейчас, видимо, они поменяли этих консультантов, либо стали уже самостоятельно думать, как совершать, что совершать. Но, надо признать, что и в плане вооруженного конфликта на Украине, войны между Украиной и Россией, и в плане управления кризисом беженцев, которые неожиданно нахлынули на Молдову, и никто не ожидал, что это произойдет куда-либо, власти действительно проявили политическую мудрость, они проявили сдержанность, они проявили понимание. Я думаю, что в данном случае они заслуживают похвалы. Это одна часть вопроса. Я думаю, что им здесь надо продолжать эту работу. Я буквально сегодня прочитал, что был изменен закон, касающийся трудоустройства, и вот этим нашим вынужденным переселенцам им был открыт доступ к трудоустройству в Республике Молдова. Это очень важно, потому что чем больше беженцев устроится на работу, тем менее будет бремя на госбюджет, тем менее будет бремя на правительство, и тем больше свободных средств останется для того, чтобы удовлетворять потребности самой Молдовы. То есть это одно направление. Второе направление, которое, на мой взгляд, не менее важно, это направление европейской интеграции. В рамках, в свете последних заявлений, которые были сделаны постоянными представителями Европейского Союза, что Молдова, Украина и Грузия даже будут пройти все-таки через необходимые процедуры. Я об этом говорил изначально, что регламенты Европейского Союза не предусматривают возможности ускоренного принятия кого-либо, какой-либо страны в члены Европейского Союза. Не предусматривают. Они должны либо поменять свои внутренние документы, либо, если они этого не сделают, это тоже потребует потом... Ну, видите, в контексте сложившейся ситуации, вот, как бы, в принципе, вот хор стран Молдова, Грузия, Украина, ну... Нет, нет, это были наши ожидания. Наши ожидания. Но фактически, для того, чтобы претендовать на членство в Европейском Союзе, государство-кандидат должно соответствовать тем условиям, которые предъявляются к членам этого Европейского Союза. И там есть порядка от 33 до 35 разделов. Это и сельское хозяйство, это и наука, это и оборона, и безопасность, и юстиция, и судебная система. Там 33-35 разделов. Почему я слушала комментарии, кажется, господин Танаси, если я не ошибаюсь, сказал, почему мы вполне готовы и в плане юстиции, и в плане судебной системы. Нет, не надо сказать. Я знаю, что сказал господин Танаси, я не хочу его критиковать, давайте мы оставим его в покое, он там, в Казахстане находится, пускай он там занимается юстицией в Казахстане, нет проблем. Что же касается Молдовы, есть соответствующие требования. Да, Молдова совершила определенный прорыв. Этот прорыв, он был где-то, наверное, чтобы не обмануть, 2009-2010 года. Вот в то время примерно, когда Молдова получила безвизовый режим. Это вот примерно в тот момент мы сделали очень хороший скачок. И стремительно мы получили такой ряд привилегий. Все правильно. Если бы мы такими же самыми темпами бы развивались, если бы те правители того времени не стали бы преследовать свои близкие, личные, узкие, корыстные, коррупционные интересы на определенном этапе, если бы они продолжили бы работать в том же самом русле, то я думаю, что до сегодняшнего дня Молдова бы уже одной ногой была бы в Европейском Союзе. Так вот, это направление необходимо продвигать. Как далеко? Сколько путей мы, на ваш взгляд, уже прошли? Нет, это вопросы сложные, потому что я бы сказал, что в значительной степени мы еще и не начали этот процесс. Сейчас вот Молдова официально обратилась с заявлением, не знаю о чем, я почитал текст этого заявления. О вступлении в Евросоюз, да. Я почитал эту декларацию, там нет ни слова о том, чего мы хотим, что мы хотим, чтобы нас приняли в качестве членов, в качестве кандидатов, там нет ничего, там намерение, демонстрация намерений. Ну, предположим, что наши власти трактуют эту декларацию как заявление о принятии в члены, но как будто ни было, если подойти с точки зрения требований Европейского Союза к этому заявлению, то надо сказать, что Молдова должна быть, во-первых, принята в качестве кандидата. А кандидатом мы можем быть как Турция на протяжении 30 лет, тогда получается. Это вопрос другой. Значит, первый этап, это Молдова должна стать кандидатом. Потом Молдова должна начать переговоры по каждому из этих вот 33-35 подразделам, либо сейчас их разделяют на кластеры, там, говорят, эти кластеры объединяют 35, их разделили на 5, на 6, на 7 кластеров, в зависимости от государства. И по каждому из этих кластеров мы должны работать, открыть переговоры, выполнить домашнее задание. Европейский Союз должен провести нам скрининг, сказать, что да, они выполнили, этот кластер уже закрывается, все, вот он готов. Поэтому мы идем на второй кластер, тоже там 5, 6, может быть, 7 подразделов. И опять же открываются переговоры, опять мы выполняем свое домашнее задание. Это может продолжаться столько, сколько нам надо для выполнения этого домашнего задания. То есть мы должны привести наше законодательство в соответствии с законодательством Европейского Союза. В этом самая большая проблема. При условии, что есть политическое большинство в парламенте проевропейского характера, они могут быстренько это проголосовать, потому что у нас не шла европейская интеграция. Почему? Не было большинства проевропейского. Сейчас вроде как есть, но никто не гарантирует, что это большинство останется и после следующих парламентских выборов. То есть я бы порекомендовал теперешним правителям использовать вот это время, что у них есть большинство в парламенте для того, чтобы принять как можно больше проевропейских законов. Это единственный способ. Чем скорее мы их примем, тем скорее мы войдем в Европейский Союз. По моим личным подсчетам, технически говоря, 3 года до Молдовы достаточно. Это очень маленькая страна. Ее там на карте можно пальцем закрыть. 3 года для нас достаточно, при условии, что будет проводиться работа. И здесь, по-моему, мы даже говорили, если у вас в студии, здесь я бы им порекомендовал создать Министерство европейской интеграции. Сколько раз мы уже говорили на эту тему. Нам необходимо специализированное министерство. У нас прилепили европейскую интеграцию к Министерству иностранных дел. Но, но, европейская интеграция означает не международные отношения. Европейская интеграция означает изменение внутренней жизни Республики Молдова, внутренняя политика. Скорее бы уже прилепили бы ее к Министерству внутренних дел. Это было бы логичнее. Это я утрирую, конечно. Но это было бы логичнее, чем прилепить к Министерству иностранных дел. Вот видите, Сербию, которая сейчас продвигается очень успешно по пути европейской интеграции. Сейчас они уже, по-моему, закрывают 4-й кластер из 5-ти. У них тоже есть Министерство европейской интеграции. В Румынии тоже было. В Румынии они там менялись. Начинали с европейской интеграции министерств. Потом был департамент. Сейчас у них идет Министерство европейских фондов. Но по-моему, специализированное министерство имеется. Назовите его как хотите. Но должно быть специализированное министерство, которое бы взяло на себя ответственность за организацию процесса европейской интеграции. И координацию деятельности линии. Министерство линейных министерств. Это можно порекомендовать. Эти два основных направления. Если они будут распылить силы, у них ничего не выйдет. Дай Бог, чтобы они эти два направления смогли прикрыть. И за оставшееся время того, что они имеют парламентский мандат, чтобы они успели реализовать как можно больше проевропейских действий. Господин Лесневский, Вы что хотели бы в этом контексте отметить? Здесь все правильно сказано. Единственное, что, на мой взгляд, почему это не происходит, или почему мы стоим на месте. Потому что, к сожалению, европейская интеграция для нас стала просто политическим лозунгом, мне кажется. Когда определенные партии приходят к власти, но, к сожалению, больших изменений не происходит, которые мы хотели бы увидеть. Потому что, опять же, европейская интеграция, кстати, много манипулируется. Многие говорят, что если будем стремиться в Европу, может, разозлим Россию. Да нет. Потому что, опять же, для России не проблема евроинтеграции. То есть, экономические отношения имеются со всеми, с кем хотите. То есть, естественно, каждый будет пытаться получить, да, скажем так, долю, монополию. Ну, опять же, молодого это маленькая страна, то есть, никто так сильно не заинтересован. И, к сожалению, да, вот у нас нет вот того, что мы говорили вначале. То есть, качественной дипломатии. Для евроинтеграции тебе нужна качественная дипломатия. Не только там, чтобы, скажем, отдельно, то есть, работало определенное министерство, да, или орган. И вот этого вот, к сожалению, нет. Вот, кстати, я хотела спросить, да, я наблюдала, вот как, на каких условиях, например, Польша вступала, какие выгодные она себе, какие преференции она себе выжила, да, для себя на все 100%. А мы даже подписываем договор об ассоциации, тут есть спорные моменты. Выиграли бы больше или там проиграли, или каким... Нет, на этапе, на этапе страны кандидата, на этапе подготовки страны к вступлению в Европейский Союз, Европейский Союз оказывает массивную финансовую помощь, массивную. Я думаю, что Молдова, исходя из нашей территории, уровня развития экономического развития и уровня населения, я думаю, Молдова может рассчитывать минимум на 2 миллиарда евро, минимум на 2 миллиарда евро. А с этой суммой денег в Молдове можно сделать очень много вещей, если мы добавим к этим инвестициям еще и передовые европейские технологии. Если мы откроем свой рынок, искренне откроем свой рынок для европейских компаний, посмотрите, у нас шикарная земля, шикарная земля. Но если вы проедете по Молдове, посмотрите, очень многие места, где просто заросла она уже буряном, не обрабатывается. Почему? Потому что, а, нет денег, б, нет рабочей силы, ш и ц, нет технологий. Люди не знают, ведь в советские времена у нас были университеты, готовили специалистов, аграриев. Сейчас эти фермеры, они больше, как это называется, по наитию занимаются сельским хозяйством, по наитию. Хотя даже вот так они получают хорошие результаты. Доходят там 30-40 центнеров на гектар пшеницы для Молдовы, это очень хорошие результаты. При том, что интенсивное сельское хозяйство у нас не используется. Господин Лесневский, простите, мы вас примели. Да, то есть вот, что касается евроинтеграции. Второй вопрос, да, мы видим, что в Евросоюзе сейчас тоже происходят какие-то действия. То есть это еще произошло до данного вооруженного конфликта. Здесь повлиял и ковид, повлиял и экономический кризис. Видим определенные, скажем так, конфликты между, скажем так, законами Евросоюза и внутренними интересами. Потому что даже в Польше, да, стоял вопрос о том, что они как-то так угрожали Евросоюзу, что выйдут из Евросоюза из-за того, что они ставили свой внутренний закон выше, чем, скажем так, такие определенные международные законы. И опять же, евроинтеграция, это хорошо. То есть Республика Молдова уже выбрала данное направление. И здесь, знаете, уже вопрос, то есть пока мы вступим в Евросоюз, он еще останется дееспособным. Потому что мы видим, что все международные институты на данный момент, они не дееспособны. Особенно, что касается безопасности, да, практик, все, здесь был провал в каждом пункте. И опять же, как Евросоюз останется после изменений вот этой геополитической карты? Частично начнет дальше торговать с Россией, то есть иметь экономические отношения. Либо эти экономические отношения будут через, скажем, Китай, либо через Турцию. Потому что, да, вот господин Павловский говорил, что, да, вот была одна сила, один полицейский, который контролировал буквально все в мире. И сейчас мы видим изменения и появление других игроков. Так же Турция. На данный момент это государство НАТО, но с другой стороны они преследуют сугубо только свои личные отношения. Причем создавая свой собственный альянс восточный, то есть с Казахстаном, Узбекистаном и так далее. И опять же, вернемся к тому, что было до, да, скажем так, вооруженного конфликта. И буквально многие страны, да, эксперты, на самом деле, которые анализировали ситуацию в странах Украина, Молдова и Грузия, говорили, что самые большие шансы – это у Молдавии. Но у Молдавии опять возвращаемся к этому простому вопросу. С Приднестровьем что будет? То есть для того, чтобы мы стали развиты европейским государством, мы должны решить все абсолютно, что касается Приднестровья, внутренние проблемы. И только тогда, да, мы сможем… То есть это одно из самых важных моментов? Да, ну просто будет достаточно проблематично стать европейским государством, имея, скажем, территориальный конфликт или вооруженный конфликт. Я слушала экспертов, которые вот говорили, что именно Турция 30 лет уже, да, и продолжает быть кандидатом на вступление только из-за проблем с Кипром, вот с территориальными моментами. Я прошу прощения, я не думаю, что проблема в Турции заключается в Кипре. Именно Кипр стал членом Европейского Союза, несмотря на наличие вот этой Турецкой республики на Северный Кипр. Несмотря на это, они стали членами Европейского Союза. То есть наличие какого-то негосударственного территориального образования на твоей территории не является препятствием. Вопрос возникает в этом чапторе, который называется «безопасность». Безопасность, нужно обеспечить безопасность. Вот безопасность они обеспечили путем закрытия границы. Обеспечение границы между Северным Кипром и остальной частью Кипра. То есть здесь нет, эта проблема не является. Что касается Турции, у них проблема не столько в Кипре, сколько у них проблема с курдами. С курдами, если вы откроете практику Странсбургского суда, посмотрите, сколько осуждений Турции по этим действиям, по военным операциям в отношении курдов. Это очень огромное количество. Более того, дошло до того, что турки вообще, турецкие власти вообще не назначают правительственного агента. Не представляют ни возражений, ничего. Они знают, что будет все равно осуждение. Человек подает жалобу, Странсбургский суд формально выносит решение. Они даже не назначают своего агента, чтобы представить их интересы. Вот это проблема у них. А с Северным Кипром, я не думаю, что там где-то вообще происходит. И о самом важном, в завершении, прям последний вопрос, я хочу вас спросить вот о чем. Значит, все чаще и чаще звучат слова и фразы «ядерное оружие». Мы даже вот общались, обсуждали с политологом, с Корнелем Учурием. Он сказал, что он человек, который, я считаю, что как политолог очень хорошо разбирается в международных этих документах и так далее. И он уверял, что, конечно, работает система сдержек, но заявление глав государств относительно того о возможности применения ядерного оружия, она очень-очень сильно напрягает общественность, в том числе и, конечно, живущую в Республике Молдове. Господин Лисневский, что бы вы хотели отметить на данный момент, насколько вообще велика угроза? То есть на данный момент угрозы применения ядерного оружия, на мой взгляд, не существует. Потому что даже вот этот конфликт в Соединенных Штатах с Россией, он существует, скажем так, геополитически, но территориально, то есть на территории Украины. Я постараюсь быть более оптимистичным, скажем так, в этом плане, потому что многие говорили, что невозможен вооруженный конфликт между Украиной и Россией. Буквально там многие эксперты, даже я, мы не могли логически поверить в это. И это случилось. Что такое вообще случится, может ли? Но с другой стороны, все понимают, применение ядерного оружия, это все. То есть это уже не просто там, скажем так, что возможно мы через 50 лет что-то восстановим. Нет, уже невозможно будет вообще восстановить. То есть человечество просто, скажем так, исчезнет, потому что риск достаточно большой. Но знаете, вот есть знаменитые часы, когда приближается стрелка 12, конец света, то есть вот когда кубинский кризис был. Вы аптестично хотели закончить. То есть сейчас эта стрелка, она достаточно далеко от апокалипсиса. Потому что, опять же, есть множество сил, которые сейчас наблюдают и хотят, скажем так, переломить ходят события. И поэтому, на мой взгляд, что применение, скажем там, ядерного оружия или какого-то другого, оно сейчас не будет, скажем так. Ну, это если так оптимистично. Но опять же, информации очень много, да, даже вот информация о этих биологических лабораториях на Украине и так далее. Мы виделись сейчас, то есть Россия говорит, что они существуют, Соединенные Штаты говорят, что это фейк. Ну, сегодня вот интересное заявление было у Китая, которые вышли с заявлением обращениях с Соединенным Штатом. Не просто то, что опровергнуть и доказать, то есть вот этих существований лабораторий, а предоставить, ну, меня вот удивило это, предоставить доступ к данным вот этих исследований. То есть, ну, оказывается, мне кажется, если Китай выходит с такими заявлениями, то есть у них есть определенная какая-то информация. Сегодня даже вот заявила Минобороны России, правда, что к финансированию биолабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд под руководством Хантера Байдена. Ну, тут очень много противоречивой информации, я думаю, что мы не способны именно это прокомментировать. И господин Павловский, относительно ядерной безопасности, что бы вы могли отметить? Ну, знаете, я тоже остаюсь оптимистом, надеюсь, что до этого не дойдет. Но давайте, опять же, мы разделим эту проблему на две части. Что такое ядерное оружие? Есть ядерное оружие тактическое, есть ядерное оружие стратегическое. Ядерное оружие тактическое – это оружие очень слабой мощности, очень слабой мощности, которое, теоретически говоря, может быть применено без того, чтобы поставить мир на грань выживания. Стратегическое ядерное оружие, конечно, это уже намного более серьезная вещь, которая может вообще повлечь за собой уничтожение земного шара, как планеты. То есть, такого уровня опасность возникает. Но давайте не забывать, что в политике, да и в войне тоже применяется принцип пропорциональности. До тех пор, пока в отношении тех, кто обладает этим ядерным оружием, не предпринимаются действия настолько опасные для их существования, что вот уже возникают угрозы, что это государство не будет существовать. И это возникает последнее средство для защиты своих интересов, до этого применения ядерного оружия не дойдет. Если же уровень опасности для любой из ядерных держав будет настолько великим, что возникает опасность для самого существования этого государства, тогда, конечно, у них последнее следствие защиты, они не останавливаются перед его применением. А не кажется ли вам сейчас существует такое мнение, что как-то все против одного, что создают еще большую опасность, спровоцирование? Ну, я не знаю, если идет речь о России, да, в данном случае. Ну, да, и такое мнение есть. Да, Россия, Соединенные Штаты, у нас же мало ядерных держав. Если вы посчитаете количество ядерных боеголовок, которые находятся в России, то их общее, это данные официальные в интернете, их общее количество соответствует суммарному количеству тех боеголовок, которые находятся в Соединенных Штатах, Великобритании, Франции и других странах. То есть, вот здесь Россия со своим огромным ядерным потенциалом, и здесь все остальные страны с их потенциалом, которые сопоставимы с потенциалом России. Да, то есть, я думаю, что наши политики, при всем при том, что в последнее время нам даются больше и больше доказательств того, что они действуют эмоционально, а не рационально, все-таки на данном уровне они будут взвешивать трижды. Вот я читал в России, для того, чтобы нажать вот ту пресловутую красную кнопку, необходимо три человека. Три человека, да. Три человека. Я не знаю, в других странах, как обстоят дела. Президент, премьер и руководитель генштаба. А, вы, да. Генштаба, да. Ну, что, невозможно, но три человека. То есть, это как бы тоже гарантия того, что какому-то психопату, извините, не придет в голову побряцать, понажимать, поиграть с этими красными кнопками. Да, если один из всех, кто-то один не ведет, тогда это не сработает. Да, я думаю, что в тех других странах тоже есть какие-то гарантии того, что такого ворота конфликта не случатся. Господин Лесневский, что добавить? Да, я хотел бы добавить, да, вот вы сказали, да, там, все против одного. На самом деле, да. Нет, я не сказала, я сказала, что и такое мнение тоже есть. Да, но, к сожалению, вот это именно мешает увидеть полноценную картину, потому что, да, есть, скажем так, вооруженные конфликты, экономические конфликты. На данный момент ведется и информационная, скажем так, война. В этом плане Евросоюз, Соединенные Штаты, Украина, они выигрывают достаточно, очень хорошо. Но вся эта информация не дает, да, скажем так, обычным гражданам, им, наверное, и не нужно, да, там, вот, даже экспертам не дает увидеть полноценную картину. Потому что мы говорим, все против одного, но если мы посмотрим на весь мир, то тут уже не стоит вопрос, все против него. Опять же, возвращаемся Китай, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Бразилия, Венесуэла. То есть, и мы видим, что здесь, то есть, намного больше, скажем, государств, которые сейчас в ожидании. Кроме того, да, вот многие говорят, почему такая большая паника, да, там, или вот как это влияет на Европу, вот эта война. Потому что, да, вот мы говорим, что информационная война идет о том, что, да, вот русские проигрывают на Украине и так далее, и так далее, и так далее. Ну, территориально мы видим, что Украина теряет ситуацию. То есть, на самом деле, информации реально, что там происходит, ни у кого нет. Кроме того, если мы возьмем просто территорию Украину и поставим на Европу, то есть, она закрывает абсолютно всю Европу. И вот почему здесь многие говорят, что, да, вот этот страх или, скажем так, информация, да, потому что идет пропаганда о том, что, если, скажем так, вот, ну, не важно, там, за год, за полгода Россия все-таки, да, скажем так, победит на Украине, то есть, именно вот этот срок необходим для того, чтобы захватить всю Европу. А армия в Украине достаточно сильная. Можно сказать, что в Европе это самая сильная армия. То есть, там, получается, 8 лет тренировали эту армию, то есть, датировали, обучали и так далее, и так далее. Это достаточно сильная армия. И, мне кажется, даже вот эти вот военные солдаты, они не уступают, скажем, другим, любой стране. Но, опять же говорю, мы говорим все, потому что мы смотрим очень узко, то есть, мы смотрим только на Европу, мы смотрим только на Украину. На самом деле, события происходят по всему миру. И очень важно, да, вот смотреть реакции других стран, или реакцию ожидания, либо, да, вот эти все попытки ведения переговоров. Потому что декларации, которые сейчас существуют, они просто декларации. На самом деле, да, там, информация, которая ведется в переговорах, да, между этими странами, она совсем другая. Потому что, вот мы говорим, да, мы видим, с одной стороны, что Соединенные Штаты поддерживают Украину, но, с другой стороны, вот сегодня узнали, что они наладили, налаживают прямую связь с Москвой для ведения данных переговоров. Да, потому что Соединенные Штаты уже тоже задумываются, экономически мы теряем, демократы тоже думают, то есть, в Соединенных Штатах мы теряем рейтинг. Байден, как никогда, то есть, у него малая поддержка, у нас буквально через, почти, то есть, через год будут выборы в Конгрессе. Как дальше? То есть, все планы, которые сейчас Соединенные Штаты делают геополитические, они могут провалиться. Просто из-за того, что проиграют внутренние выборы. И здесь уже вопрос не то, что все против одного, а один, а станет каждый за себя. Вот это, к сожалению. Хотели что-то добавить, господин Павловский? Да, я хочу сказать, что все-таки радеясь на то, что, я убежден, что так не будет рано или поздно, что бизнес-интересы, они возобладают. Всегда, всегда во всех войнах бизнес-интересы превалировали. Даже во времена Второй мировой войны воюющие страны, мало кто знает, воюющие страны продолжали торговые и торговые взаимоотношения. Продолжали торговые. Сейчас происходит между Украиной и Россией, в принципе. Да, сейчас вы знаете, между Украиной и Россией газопровод работает, все стреляют куда угодно, только не в этот газовый провод. То есть продолжаются эти все. И рано или поздно бизнес-сообщество, которое, как мы знаем, оно у нас существует параллельно. У нас существуют официальные государственные структуры, парламенты и правительства и тому подобное. Но у нас есть неофициальные властные структуры, международные корпорации, которые не связаны никакими границами. Они работают одновременно в нескольких странах, в том числе и в воюющих странах. И то, что они временно приостановили свою работу, некоторые из них, продолжая даже выплативая зарплату своим работникам, говорит о том, что они не собираются оттуда. Да, они сейчас подвергаются давлению, они вынуждены уступать этому давлению в условиях всеобщего психоза. Но рано или поздно бизнес-интересы возобладают. На этом построена вся мировая экономика, на этом построена вся история человечества. Я думаю, что это будет концом этой войны, бизнес-интересы. Спасибо вам огромное за интересные ответы, за исчерпывающие ответы, дорогие друзья. Я напомню, что в эфире была программа «Главное». Сегодня мы обсуждали самые глобальные и также главные политические и экономические вопросы, касающиеся нашей страны, с гостями студии, с экспертом в области права Станиславом Павловским, а также с политологом Яном Лесневским. Я желаю вам хорошего вечера. Мы с вами встретимся уже на следующей неделе. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова